Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли молиться Адаму и Еве как святым? Ответ очень простой. Да, можно. Адам у нас образ покаяния. Да, конечно, можно сказать, ой, Адам согрешил, и все такие люди грешные. Но кто еще каялся? Вот надо посмотреть на себя и сказать, а каялся ли я на протяжении 900 лет, как это делал Адам? Никому такое не под силу. Даже если бы мы 900 лет жили, наверняка мы потом бы пели, веселились, там плясали, в общем, занимались своими делами. На покаянии у нас как бы времени и усилий не было. А Адам знал, чего он потерял, куда лучше, чем знаем мы, потому что он не мог непосредственно общаться с Богом. А потом, вот Адам, вот этот образ покаяния, покаяния, которое жаждет вернуться в рай, но не может. Ева, конечно, конечно, это некоторое единство, единство вместе с Адамом, которое, помните, как она прославляет Господа, когда рождается у нее ребенок. Она говорит, вот, это как раз знак того, что Господь дает милосердию, надежду. Потому что что Господь сказал? Семя Евы сокрушит главу змеи в книге Бытия. И это семя Евы, недаром, что женщина Ева обозначена, потому что от Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, от женского полу рождается Господь наш Иисус Христос. И он сокрушает главу змеи и главу сатаны, хотя змей и кусает в пету. Поэтому и Ева, как первый человек, положивший начало спасения. Более того, если мы посмотрим на родословие Христа, как раз это образ тех праведников. Господь не то, что выбрал каких-то людей и обозначил их праведностью. Мы вспоминаем там, например, историю Исаава, Иакова, как должно первородство было достаться Исааву, но он был человек невыдержанный, резкий, завистливый, любитель поразвлекаться, походиться, и Господь у него забрал эту благодать. Благодать, которая, по сути, ведет вот эту линию от Адама и Евы ко Христу, Спасителю нашему. И вот эти все предхозаветные праведники, которые уже получили для себя надежду через то, что Господь Иисус Христос, родившийся, воплотившийся, что Он станет залогом спасения всех людей и грядущих поколений, и их предыдущих. Более того, если мы посмотрим уже на повествование Нового Завета и откроем первое послание Коринфянам, святого апостола Павла, посмотрим 15 главу, 45 стих, то мы прочтем. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Господь... Вот тут показан первый и последний Адам. Первый Адам, он становится душою живою. Да, вот уже смерть физическая, да, еще Адам, как и все умершие, он не воскрес физически. Но точно так же, как не воскрес и святители Николая, и другие святые. А вот кто делает залог этого оживотворения души для жизни вечной? Это новый Адам, последний Адам, то есть Христос. Христос он животворит. То есть в момент встречи Христа с Адамом и Евой происходит вот окончательное спасение, прощение, окончательная победа Адама и Евы над своим грехом и то, что Господь принимает их покаяние и изводит в Царство Небесное. И более того, в каждом храме, в воскресный день, если вы зайдете, подойдете к центральной иконе на Аналое, то увидите, как Христос стоит на сокрушенных вратах адовых, простирает руки, выводят из-под земли люди. И первая пара людей, вот таких седых стариков, это как раз есть те самые Адамы и Евы. Каждый раз, когда мы славим воскресение Христа, мы славим то, что Господь взял и первыми привел к святости тех людей, которые первые стали каяться в своих грехах и первые этой святости достигли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok